Дорогие мои невротики, это те люди, которые имеют хорошее воображение, фантазию, особенно с правым полушарием, где эти образы их гнобят, создают тревогу, а чаще всего создают вот эти нехорошие симптомы, которые портят вам качество жизни. Мои дорогие, давайте ваши фантазии направим на прекрасное. Во-первых, вы представляете что-то из прошлого, что было прекрасным и успешным. Тогда вы будете избавляться от катастрофического мышления. У меня есть на это тренинги. Представляете, что сейчас вокруг вас, вот посмотрите, как прекрасен мир вокруг меня, какое солнце, какие виды, музыка играет, воздух прекрасный. Вот это важно, и это вам поможет в дальнейшем. И вот эти невротики задают мне вопрос. Как избавиться от навязчивых мыслей? Как избавиться от катастрофического мышления? Как не думать о плохом? Есть ли какие-то способы, как не думать? Может быть, это как-то заместить другими какими-то впечатлениями, как вы говорите, впечатлениями прекрасного мира или какими-то корзинками приятных ощущений из прошлого? Друзья мои, первая важная ошибка. Не надо ничего замещать. Если вы будете замещать, что же выходит? Вы берете это говно руками, вытаскиваете это говно и туда накладываете что? А руки-то испачканы. Поэтому нужно не замещать, а нужно жить иначе. И вот на это и направлены мои тренинги, когда я вас учу жить иначе, когда у вас нету некатастрофического мышления, и ваши образы направлены на конструктив, на яркость и радость жизни. Значит, мы с вами решили, что мы будем взращивать в своих фантазиях, в своем правом полушарии прекрасные образы. Может быть, что-то даже придумаем, что с нами не случалось никогда, но хорошее. Ведь вы же придумываете плохое, что с вами и не случалось, и не случится никогда. Но вы же сидите и долбите себе по макушке вот этими фантазиями, которые так губят вашу психосоматику, губят и раскачивают вашу вегетатику. Поэтому, друзья мои, давайте-ка вот пройдем эти тренинги. Тренинги на восприятие прекрасного. Тренинги, которые позволяют вам жить без тревоги, без плохих симптомов.